На телеканале РБК Омск новости в студии Мария Васькова. Здравствуйте, смотрите сегодня. В Омске замораживают строительство метро. Решение принято на заседании правительства Омской области. За 26 лет, напомню, построена всего одна станция. Теперь же все будут законсервированы. На подготовку проекта требуется не менее 80 миллионов рублей. Еще порядка 400 миллионов будет стоить сама консервация. Недостроенную станцию метро на улице Богдана Хмельницкого обещают превратить в парк. Судя по тому, сколько денег было зарыто в землю в попытках построить подземку, деревья в этом парке можно назвать денежными. Определились чиновники с судьбой многострадальных станций «Заречный и Кристалл». Их перед законсервацией еще предстоит отремонтировать. В правительстве утверждают, что при необходимости траншеи можно будет раскопать снова для дальнейшего строительства метрополитена. Впрочем, пока денег в регионе нет даже на консервацию. Рост цен на топливо заметили не только автомобилисты. Фермерам придется потратить на горючее примерно на 1 миллиард рублей больше, чем в прошлом году. В правительстве заявили, такие затраты могут вызвать и рост стоимости ряда продуктов. Однако это не единственная проблема на рынке. По словам министра сельского хозяйства Максима Чекусова, годовой дефицит молока в стране составляет 7-8 миллионов литров. В результате на рынке появляется все больше сухого молока. Оно не обладает полезными свойствами и, главное, не отвечает требованиям ГОСТа. Моё мнение, как министра сельского хозяйства региона, что федерации по-хорошему необходимо это запретить. Образно говоря, из 100 проб половина не соответствует параметрам. Кроме того, десятки проб имеют стерины, то есть это растительные жиры. Чтобы не столкнуться с дефицитом до конца мая, планируется засеять 3 миллиарда гектаров земли. Преждевременному завершению посевов препятствует аномально холодная погода. Однако создать благоприятную погоду для фермеров помогут сниженные процентные ставки по кредитам. Всего 3% по сравнению с 5% в прошлом году. Государственная программа «Начинающий фермер» должна помочь в развитии хозяйств региона. Журналисты выбирают Фадину. Омский мэр входит в число самых популярных чиновников Сибири. Градоначальница попала на вторую строчку в апрельском рейтинге медиалогии, опередив мэра Кемерова Илью Сердюкова и буквально прижавшись к локтю. Мэр Новосибирска занимает первое место. С марта Оксана Фадина поднялась на одну строчку. Улучшить позицию в рейтинге ей помогло участие о масштабном субботнике, а также удачные переговоры с региональным правительством об обновлении парка дорожной техники. Напомню, что аналитики медиалогии учитывают количество упоминаний градоначальников в прессе. В отношении рейтинга медиалогии это рейтинг специфичный, его нельзя сравнивать с другими рейтингами, поскольку он касается неэффективности системы управления состоянием дела в городском хозяйстве, а он касается уровня информационной открытости, информационной активности оцениваемых лиц. В этом плане нет никаких вопросов. Как говорится, неважно быть с ума и прослыть, но это не имеет никакого отношения к конкретному состоянию в городе. Состояние в городе также остается достаточно плачевным, и Фадина назвать самостоятельным и эффективным управленцем крайне сложно. Набирают по объявлению пассажирские предприятия. Омска ищут работников через службу занятости на открытой ярмарке вакансий. По ТП требуются водители, кондукторы, токари и слесари. Причем работников ищут и в ПТП номер 2 и 4. А именно их омская мэрия планирует в скором времени реорганизовать. Также в списке на ликвидацию значится пассажирское предприятие номер 7. Но там свободных вакансий, видимо, нет. По крайней мере, в этот раз на ярмарке оно не участвует. Впрочем, у службы занятости пока нет официальной информации о закрытии этих предприятий. Так что набор сотрудников продолжается. Отмечу, что чиновники города обещают не бросать работников в беде. После реорганизации их должны обеспечить рабочими местами в восьмом ПТП. Правда, сначала в добровольно-принудительном порядке требуют от сотрудников уволиться по собственному желанию. Коллектив, по крайней мере, седьмого предприятия против такого подхода. Работники подали жалобу в прокуратуру. Люди считают, что их просто не примут восьмое пассажирское предприятие. На фоне этих событий набор новых сотрудников выглядит весьма неоднозначно. И те желающие граждане, которые осматривают обучение водитель категории «Д», в этом вопросе мы помогаем. Служба занятости организовывает профессиональное обучение с дальнейшим трудоустройством в муниципальные пассажирские предприятия. По информации в СМИ, сегодня МРУмска Оксана Фадина собирает экстренное совещание с руководителями ПТП, чтобы объяснить транспортному начальству, как правильно доносить информацию для сотрудников во избежание бунта. В авангарде цифровой экономики руководство МРСК Сибири на встрече с первым заместителем председателя правительства Омской области Валерием Бойко озвучило планы сетевой кампании по переходу на цифру. Генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов напомнил, что президент России Владимир Путин в послании федеральному собранию особое внимание уделил цеми цифровизации экономики, в том числе и электроэнергетики. Именно на эти цели филиал МРСК Сибири Омск Энерго в 2018 году направит почти 250 миллионов рублей. Крупнейшей сетевой кампании удалось договориться с руководством региона о реконструкции подстанции Омская, которая снабжает электроэнергией жителей села Троицкое и поселка Новоорский. На базе существующего энергообъекта будет построена цифровая подстанция. А с 2019 года все объекты МРСК Сибири будут реализовываться с применением цифровых технологий. Перевод энергосетевого комплекса на цифру позволит повысить для потребителей уровень надежности и доступности электроэнергии. Когда мы говорим о цифровизации сетей, то для потребителя это прежде всего означает следующее. Это частота отключений в электрической сети и средняя длительность этих отключений. Иными словами, потребитель должен четко представлять, через какое время у него появится электрическое освещение в доме. При цифровизации сетей, при локальной либо стопроцентной общей цифровизации сетей, такой параметр может быть близок буквально к нескольким минутам. Вице-губернатор Валерий Бойко высказал заинтересованность областного правительства в сотрудничестве с энергетиками. Но есть одно препятствие на пути к цифровизации энергосетевого комплекса – разрозненность сетей. В регионе работают более 30 территориальных сетевых организаций, большинство из которых не планируют инвестировать в цифровизацию энергообъектов. Кроме того, в Омск области все еще остаются бесхозяйственные и нередко аварийные линии электропередачи и подстанции. На совещании пришли к выводу, что создать полноценные цифровые сети, охватывающие всю Омскую область, позволит консолидация энергоактивов на балансе Омскэнерго. Отмечу, что до 2021 года МРСК «Сибирь» вложит в энергетику региона более 5 миллиардов рублей. Умские власти объявили повторный аукцион на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра» на музейной. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок. Прием заявок завершится 28 мая, а в начале июня пройдет аукцион. Победителю заплатят 115 миллионов рублей. На эти деньги фирма должна закончить все работы до 30 ноября. Получается, что на постройку кровли, монтаж инженерных сетей и отделку помещению подрядчика остается только лето и часть осени. Отмечу, что прошлая попытка найти подрядчика провалилась. Желающих выполнить реконструкцию столь жартой сроки просто не нашлось. А реставрация «Саламандры» была объявлена еще в 2015 году. Музей «Эрмитаж Сибирь» планировали открыть трехсотлетию Умска вместе с новой поликлиникой на Левобережье. Однако график работ не раз срывался. Тем не менее, амичи пока еще надеются, что в 2019 году площади реконструированного здания все-таки займут культурный центр «Эрмитаж Сибирь» и музей Врубеля. Удастся ли амичам в следующем году посетить культурный центр, пока неизвестно. Зато можно точно сказать, что «Долгострой» увеличил нагрузку на без того дефицитный бюджет региона. По итогам одного только 2017 года региональные чиновники не сумели освоить около 60 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию «Саламандры», и порядка 62 миллионов на «Галерку». Ну а всего за 2017 год вернуть пришлось 757 миллионов рублей. Первый зампред Валерий Бойко обратил внимание Минфина на столь неудачное использование федеральных субсидий. Впрочем, в ведомстве подчеркнули, необходимые средства зачастую приходят слишком поздно, и региональному правительству просто не хватает времени, чтобы пустить их в дело. Более того, по утверждению министра Вадима Чеченко, возвраты постоянно уменьшаются. Например, по итогам 2015 года сумма вообще составила 3,5 миллиарда рублей. Катки и экскаваторы без пробега простаивают в правительстве на гаражах. Контрольно-счетная палата обвиняет чиновников в неэффективности. По итогам проверки Управления дорожного хозяйства региона выяснилось, что еще в прошлом году были приобретены дорожная фреза, 4 катка, 2 экскаватора и технологический комплекс с производительностью в 160 тонн в час. На дорогах области, впрочем, техника так и не появилась. Технологический комплекс для производства асфальтобетонной смеси и битумных эмульсий стоимостью 70 миллионов рублей, установленный на территории акционерного общества «Омск-Автодор», с момента поставки и до настоящего времени не используется. Фреза, катки и экскаваторы общей стоимостью 66 миллионов рублей также не эксплуатируются. Они не поставлены на регистрационный учет, что свидетельствует о неэффективности приобретения дорожной техники. Возникшую ситуацию чиновники объясняют бюрократическими проволочками. По их словам, проблемы возникли, когда технику передавали в ДРСУ и Омск-Автодор. Но это не единственные нарушения. Контрольно-счетные палаты также выяснили, что распределение бюджетных машин, приобретенных в лизинг, проводилось без учета интенсивности их эксплуатации в прошлые годы. А документов, которые бы подтверждали необходимость приобретения техники, ведомству так и не предоставили. Впрочем, не исключено, что с этими вопросами будет разбираться уже прокуратура. Контрольно-счетная палата направила туда материалы проверки. Мобильная связь в России стала доступнее. Средняя стоимость минимального пакетного тарифа с августа 2017 снизилась на 4% до 258 рублей в месяц в апреле этого года, посчитали аналитики. Произошло это на фоне усиления конкуренции. Операторы перестали повышать цены и разработали тарифные конструкторы, которые позволяют менять набор услуг связей в пакете. Введение такой модели сделало ценообразование более прозрачным для абонентов и позволило предложить им гораздо большее количество комбинаций тарифов, что позволяет экономить. При этом, отмечают аналитики, цены на мобильную связь снизились во всех регионах, кроме Москвы. В столице минимальный тариф, напротив, увеличился на 8% по сравнению с августом 2017 и составил 350 рублей в месяц. Впрочем, по словам экспертов, повышение цен в столице затронуло только 10% абонентов, которые, в принципе, пользуются более дорогими тарифами. В недовольство услугами связи входит топ-жалоб. Именно из-за мобильных операторов, а мячи чаще всего обращаются в Роспотребнадзор. С какими проблемами сталкиваются абоненты, обсудим с гостем студии. Временно исполняющим обязанности заместителя начальника отдела защиты прав потребителей ведомства Наталья Буйвол. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, с какими проблемами чаще всего сталкиваются абоненты и какие жалобы поступают? Чаще всего поступают обращения в Управление Роспотребнадзора на действия следующих операторов связи. Это Омские кабельные сети, Вымпелком, Ростелеком и Публичное акционерное общество МТС. И вопросы, которые задаются гражданами, касаются следующих тем, почему с потребителя сняли незаконно денежные средства, почему незаконно, как считает потребитель, изменили тариф, почему навязали дополнительную услугу и прав ли оператор связи, когда осуществляет данные действия. Для того, чтобы ответить на такой вопрос, нужно прежде всего руководствоваться тем, заключен ли договор между сторонами или нет. Ведь Федеральный закон о связи, номер 126, который был принят 30 июня 2014 года, извините, он устанавливает требования для заключения между сторонами, между оператором связи и потребителем договора в письменной форме. Что это значит? Это значит, что все те существенные условия, о которых может идти речь, должны быть прописаны в договоре. То есть это будет и условие о тарифе, это может быть и дополнительная услуга, и вообще порядок оказания данной услуги. И если отвечать на вопрос о тарифе, допустим, который задается часто потребителями, об изменении тарифа, то здесь нужно сказать следующее, что оператор связи в обязательном порядке в течение 10 дней, вернее за 10 дней до изменения тарифа, должен уведомить об этом потребителя, абонента. Уведомление осуществляется следующим образом. Либо это уведомление на адрес, который указывает абонент-потребитель, а также в обязательном порядке это уведомление должно быть отражено в сети интернет и на сайте оператора связи. Следующий вопрос, если говорить о тех вопросах, которые задают потребители, про дополнительную услугу, которую навязывают, как выражается, потребитель, операторы связи. Действительно, и федеральным законом о связи, а также законом о защите прав потребителей установлено требование, что без согласия потребителя оказывать дополнительную услугу никто не вправе. А дополнительная услуга, как мы понимаем, в данном случае обязательно платная. То есть, если потребитель выразил согласие на оказание такой дополнительной услуги, то в действиях оператора уже нарушений нет. Что касается примеров, то есть в последнее время очень часто обращаются граждане с такими вопросами, как подключение к контентной услуге. То есть, вопрос в чем? Через телефон потребитель подключает контентную услугу платную, об этом не подозревает, что будут взиматься денежные средства. В частности, к нам в управление поступала жалоба от потребителя, который жаловался на действия оператора связи, что ему навязана дополнительная услуга и незаконно взимается плата за оказание контентной услуги. Вместе с тем была проведена предварительная проверка в отношении оператора связи и установлено, что потребитель на телефон установил себе игру, викторину, успешно отвечал на вопросы в течение месяца и в конце месяца ему выставили платеж за данную услугу. Здесь в действиях оператора связи нарушений нет, потому что путем конклюдентных действий, то есть путем нажатия на определенные кнопки, на которых написано «Да», «Согласен», «Принимаю условия», потребитель таким образом заключает договор об оказании такой услуги. Ну а если все-таки говорить о так называемом навязывании услуг, в каком случае виноват мобильный оператор? Мобильный оператор виноват в том случае, если согласие потребителя не было дано. То есть договор оказания услуг с оператором связи заключен, а на дополнительную услугу договора нет. Либо в договоре не прописана эта дополнительная услуга, либо нет отдельного документа согласия на оказание дополнительных услуг. Ну, кстати говоря, может этот документ называться не только «Согласие», он может называться еще «Заявление», ну, как хотите. То есть можно по-разному назвать этот документ, но он должен выражать волеизъявление потребителя на оказание дополнительной услуги. А это обязательно должен быть документ, или потребитель, допустим, может путем СМС дать свое согласие? Да, это может быть и путем СМС, то есть путем конклюдентных действий, нажатия, потребитель выражает свое согласие. Вот как получилось по контентным услугам, по которым я приводила пример, что в викторине участвовал потребитель. И подводя итог нашему с вами разговору, как все-таки правильно подать жалобу, и в течение какого времени она будет рассматриваться? Значит, если подать жалобу в Роспотребнадзор, или оператору связи, здесь нужно, ну, несколько разные, так скажем, и сроки рассмотрения, и понимание само. Если в Роспотребнадзор, то жалобу можно подать через общественную приемную, которая у нас в управлении Роспотребнадзора имеется, лично прийти на прием и оставить такую жалобу. Либо через электронную почту Роспотребнадзора написать обращение. Данная жалоба будет зарегистрирована и рассматриваться в течение 30 календарных дней с момента регистрации данного обращения. А вот, что касается оператора связи, жалобы оператору связи направляются в течение 6 месяцев с момента заключения договора. Может обратиться потребитель в течение 6 месяцев с момента заключения договора. И в течение 6 месяцев, с момента, когда он узнал, что его право нарушено, так скажем, оператором связи, рассматриваться жалоба будет 60 дней. К жалобе нужно приложить в обязательном порядке договор, который заключен с оператором связи, и все те документы, которые потребитель считает, что они необходимы для рассмотрения данного обращения. В случае, если претензия не будет удовлетворена оператором связи, то потребитель, согласно 55-й статье закона, федерального закона о связи, а также закона о защите прав потребителей, вправе обратиться в суд. Наталья, спасибо вам большое. Напомню о проблемах мобильной связи. Мы разговаривали с временно исполняющим обязанности заместителя начальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Натальи Буйволл. И к другим темам дня. В поле от фантазии депутаты Законодательного собрания Омской области предложили в Рио губернатора Александру Буркову создать местную авиакомпанию, а также предоставить субсидии перевозчикам на запуск межрегиональных рейсов. Парламентарии считают, что для Омской области перспектива занять нишу региональных перевозок все еще есть. Могут быть востребованы, например, рейсы в Сургут, Нефтьюганск, Екатеринбург. Часть денег на создание собственной авиакомпании, считают депутаты, мог бы направить в Омский аэропорт. Добавлю, свой авиаперевозчик в Омске уже был. Он назывался Омскавиа. Но 15 лет назад власти передали его в состав холдинга Air Union. Впрочем, впоследствии эта структура была обанкрочена. У нас хорошая перспектива занять нишу региональных перевозок. Если бы были субсидии федеральные и региональные, тогда загрузка аэропорта выросла бы. А удовлетворенность омечает этих субсидий была бы выше, если бы они смогли дешевле и больше летать. И на этом у меня все. Следите за развитием событий и оставайтесь на телеканале РБК Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин